Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Песня до слов, ночь до сна Все свое время, зима и весна В каждой везде свой небо кусок Каждому морю дождя плоток К каждому яблоку мяско упасть Каждому вору возможность украсть Каждой собаке, болту и кости Каждому волку зубы и злость Снова за окнами белый день День вызывает меня на бой Я чувствую, закрывая глаза Весь мир идет на меня в бой Бабушка нагрузилась Костя, из какого подвала повылазит? Да, ребята, не ведутся цой Давно ждет? Да, ничего Бетлы, рано пришли Через час приходите Пойдем, пойдем Ребята, в котельную приходите ко мне после десяти Поиграем Да, только оденьтесь поприлич Густав, покажи-ка им Я стараюсь все время быть в ладу самим собой И, во всяком случае, я не представляю себе Чтобы нечем это можно было научить Я предпочитаю как бы узнавать все сам И учиться На основе собственных таких наблюдений Ну-то они и верятся на слово Непонятно кому Я просто чувствую себя свободным В конечном счете свободным То есть я не завишу Вообще ни от чего Работа как таковая Она, будь то сказать, натуральная То есть ты реально видишь, так сказать, плоды труда У тебя нет никаких начальников и так далее То есть это не то, что там сидеть в конструкторском бюро Что-то чертите, непонятно зачем А тут ты кидаешь уголь в эту топку И люди, которые живут наверху, им там тепло от этого То есть сразу все это видно Нет, это не хобби, ни в коем случае Это образ жизни Не знаю, может быть, мне завтра Я все это надоест Я займусь с чем-нибудь другим Но сегодня Это то Ради чего, собственно, я готов Пожертвовать практически всем Это странное место Камчатта Это сладкое слово Камчатта Но на этой земле я не вижу тебя Я не вижу моих кораблей Я не вижу реки Я не вижу моста Я пытаюсь найти лошадей О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Любовь я пытаюсь забыть, забываю и вновь вспоминаю собаку. Она как звезда, я, наверное, сюда не вернусь никогда. О, это странное место, как учат. Если взять ваши предыдущие альбомы, исключая группу «Кроды», какая работа, по вашему мнению, в наибольшей степени представила бы кино? Ну, вы знаете, один альбом, конечно, не представил бы, по кино, но из старых альбомов мне больше всего нравится первый альбом. 45? 45, потому что, ну, как бы, ну, не знаю, в общем, мне нравится. Но другое дело, что я как бы из него немножко вырос уже. Что дальше делать, я не знаю, нет дома. Никого я дома, я лишний, словно куча лома. В любом случае, мы всегда делаем то, что нравится, прежде всего, нам. Я могу сказать в песнях, как, на мой взгляд, лучше. Что на мой взгляд, что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Если кто-то со мной согласен, слава богу, я очень рад. Если кто-то не согласен, я не буду его убеждать. Я не пишу лозунгов, понимаете, это не... Группу «Крови» слушаю до сих пор. Черный альбом, не черный, а следующий, как он назывался, «Езда по имени солнца» тоже. И 45 слушаю, то это не любовь, нет. Для меня этот альбом был проходной. Я помню, как я входил в рок-клуб, значит, в качестве слушателя, зрителя, потом члена жюри фестивалей. И, так сказать, такого преклонения перед Цоем никого не было. Абсолютно. И больше того, немножко, так сказать, снисходительно к нему относились. И мы говорили, ну, Цоем вообще поет мимо нота. Были такие мнения. Ну, как вам сказать, ну, не знаю, я не работаю над песнями. Я, ну, для меня не работаю, просто так получается. То есть это естественно всегда происходит? То есть я не знаю, рабочих моментов там нет. Там есть... Ну, я не знаю, я как-то вот начинаю что-то играть, потом начинаю что-то записывать, какие-то делать черкушки, а потом... Ну, знаете, я не занимаюсь анализом своих писем, какие там у них направления. Я просто пишу песни такие, которые мне нравятся. Ну, как-то вот так получается. Мне он тогда казался страшно молодым. Он был 19 лет, а мне было целых 23 года. И Той в те времена был как раз набором комплексов. То есть он был закомплексован, страшный человек по части женщин. И от этих комплексов он заставлял... То есть он пытался, чтобы к нему относились очень серьезно. Он всякие мои хи-хи-ха-ха первое время совершенно не воспринимал. И от шуток от моих просто сбегал. То есть он вставал и уходил. Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А ваша жена каким образом дошла до вас? Для меня самого это... Большая загадка. Битя был прописан в Москве. А мы жили тогда на опте, снимали квартиру. И я ему говорю, давай спречемся. Пересидим мы этот призыв еще. А там что-нибудь придумали. И мать ему сказала, не позорь семью, иди в армию. Он приехал домой и говорит, надо что-то делать. Они меня сдадут. Товарищ утолковник, молодое пополнение прибыло в часть. То есть единственное, что мне хотелось, ну вот и хочется. Но я не знаю, опять же, не могу сказать, чтобы я призывал к этому песнями. Может быть, потому что я пою там какие-то речи. Чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств. То есть чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. Молодость, смерть и оружие. Как противоестественны эти понятия. Афганские дороги. Сколько о них сказано и написано. Со стороны все выглядит довольно красиво. БТРы словно корабли скользят на серой глади. Только вот в телеваторе ощущение, будто попал в дымовую завязку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы изобразили суицидную попытку. Ну там чего-то себе разрезал на руках. Я вызвала скорую помощь, его увезли на пряжку. Это психушка на около декабристов. Психиатр меня долго мурыжил, что вот вы, наверное, ему изменили. Вы, наверное, мальчик расстроили. Я смотрю, что Цой начинает просто действительно становиться нормальным. То есть без всяких шуток уже. Он мне говорит, что вроде все в порядке. Единственное, что мне чего-то колет. А что колет, не говорят. Но самое печальное в этой ситуации было то, что лечащий врач, ему очень хотелось, по-моему, ввести Витю на чистую воду и добиться от него какого-то признания. И я впервые с ним в кабинет с дикими воплями. После моей этой истерики его через неделю, где-то, может быть, через дней 10 выписали. У него после пряжки он очень захотел на мне жениться обязательно. Начинается новый день И машины туда-сюда Раз уж солнцу вставать не лень И для нас, значит, ерунда Муравейник живет Кто-то лапку сломал не в счет А до свадьбы заживет А помрет, так помрет Скажите, вот раньше ваш герой То есть был какой-то Вы нанимались романтизмом То есть ваш герой романтик Ну а сейчас, судя по группе крови Ваши тексты стали остро-социальны То есть вы вышли на какую-то новую ступень И, значит, с вами выросли и ваши поклонники Вы к этому стремились? Я не могу сказать, чтобы мои тексты стали остро-социальны Я так не считаю Там есть Знаете, когда была объявлена перестройка, скажем так То среди музыкантов И даже немножко до этого И какой-то появился такой подъем Какой-то душевный И все вдруг Сразу все не сговаривались Ничего у нас был Вот фестиваль Показали программу с такими какими-то Боевыми письмами Что все у нас будет отлично Мы, ну, понимаете Вот И я в том числе И часть песен группы крови Как раз с такого Более социального характера Но только часть, а не самая главная часть С Виктором Цоем Руководителем группы кино Мы встретились перед началом просмотра фильма «Игла» Он сыграл здесь главную роль Виктор все-таки немножко волновался И сказал, что интервью даст только в том случае Если фильм ему понравится Городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды По имени солнца Своей работой как актера ты доволен? Не вполне А вот ты волновался, когда снимался? Тебе это было страшно, удобно, тяжело? Ну, знаете, это все-таки не первый раз был Хотя это первый фильм, где я играю главную роль И не выступаю в качестве музыканта Ну, в общем, нет Потому что для меня важно было быть естественным А почему в этом фильме приглушены практически все непрофессионалы? Нам не хотелось никакой игры Чтобы этого не было Чтобы не было никакой театральности в этом Ты из тех музыкантов, рок-музыкантов, которому просто явно грозит звездная болезнь? Я не знаю, я не знаю, откуда можно было сделать такой вывод Не мне об этом судить Вы знаете, я отношусь к этому очень прохладно Я не люблю, когда меня узнают на улицах Останавливают Я говорю, я вообще не чужда демонстративность такая Смотрите, кто идет Ты не хочешь здесь жить Доброе утро, последний герой Доброе утро тебе и таким, как ты Доброе утро, последний герой Здравствуй, последний герой Потом была такая еще история Вот, играл на гитаре, и на гитаре лопнула струна Лопнула струна, и начался какой-то крик, шум, чего-то это самое Он говорит, ребята, мы занимаемся серьезным делом Тихо Я буду играть и петь дальше Только мне нужно сменить струну, потому что струна важная Как вы считаете, меняйте или нет? Меняй, Витя, меняй, мы тебя любим И вот это вот, это, конечно, вещь, которая ушла Я ни на одном концерте, который сейчас происходит Там, включая Пола Маккартни, да? Вообще не могу себе представить, чтобы кто-нибудь в зале наступила только абсолютная тишина И кто-нибудь выкрикнул Маккартни, играй дальше, мы тебя любим Для Маккартни это невозможно Лучше это было бы На момент рождения Сани Он в очередной раз откуда-то уволился Сидел без грошей А тут вот за железной дорогой Там торговали всякой ерундой Ну, в общем, обычный такой толчок И он, знаете, только как у отоприятеля Взял какую-то джинсовую юбку Которая продавалась как бы И пошел на этот, значит, рынок И долго ее пытался продать в два раза дороже Ну, в конце концов, ему это удалось У него появились деньги на нашу встречу И вот там процедура небольшая Ему отдают кулек этот Саня спит, ведет себя тихо И Вить ко мне говорит Можно посмотреть? Я говорю, смотри Он, значит, распаковал младенца А там лежало такое существо Такое очень смуглое С такими и синь-черными волосами И абсолютно узкими глазами восточные И я сказала такую фразу Всегда я запомнила Ну уж тут никто не скажет Что это не мой ребенок Потому что действительно сказать Что это европейский ребенок Тогда было очень трудно Добрый вечер Здравствуйте, товарищи Как уже сообщалось В Центральном комитете КПСС 17 октября состоялось совещание На котором обсуждены задачи Партийных и хозяйственных органов По ускорению развития Перерабатывающих отраслей Агропромышленного комплекса страны Совещание открыл Михаил Сергеевич Горбачев Товарищи, сказал он Это представительное совещание В ЦК КПСС Посвящено проблемам Нашей нынешней перестройки Вместо тепла Делень стекла Вместо огня Дым Из сетки календаря Выхвачен день Красное солнце Сгорает оттла День догорает с ним На пылающий город Падает тень Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах Пульсации вен Перемен Мы ждем перемен На съемках Ассы Он познакомился с Натальей И приехал совершенно какой-то деревянный Я говорю, что случилось? Ничего Ну а потом, видимо, по мере развития их романа И, в общем, к лету 87-го года Просто уже не было никаких отношений И он ушел не потому, что он влюбился А скорее, когда возникла Наталья в его жизни С Марьяной это уже было пепелище То есть там уже ничего не было Он никогда мне не позволил себе интригу на стороне Это очень важно Я так говорю не потому, что вот Он теперь вот такой вот как бы у нас весь на пьедестале И поэтому о нем нужно говорить только хорошее Потому что мне кажется, что это очень важный момент Потому что я вот в этом смысле Таких преданных и цельных мужчин, как Лидия, не встречала больше Он был очень в него влюблен Он так Такое красивое было чувство Он и чувство свое нес очень красиво, вы знаете Он умел любить Последняя наша бурная такая встреча Была, когда он повез нас на юг Мы остались, он уехал И уже нас не встречал Я нашла все силы как-то все это сразу понять И в общем Видимо дальнейшие наши нормальные запношения Как раз выросли из того, что вот в этот момент Мы вели себя как люди То есть я ему не строила никаких приколов Насильным он не будет Они говорят, им нельзя рисковать Потому что у них есть дом И я не знаю точно, кто из нас прав Меня ждет на улице дождь И ждет дома опять Закрой за мной дверь, я ухожу Закрой за мной дверь, я ухожу Свой как личность По масштабам личности Значительно превосходил все то, что он делал Вот, как бы взаимоотношения творца и творчества Они могут быть разными Вот сам творец может быть гораздо меньше того, что он делает Мельче, это феномен, который описал в своем фильме Амадей Форман Может быть, ровно наоборот Когда творчество меркнет Когда ты видишь человека таким, какой он есть Когда масштаб личности на самом деле полностью затеняет это творчество Вот это то, что произошло с фигурой Цоя Когда Цоя увидели натуральную величину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи Известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой Трагедия произошла, когда певец возвращался на автомобиле с рыбалки в Юрмале Где он проводил свой отпуск Мама мне позвонила по поводу того, что она долго плакала, ничего не могла сказать Говорила только, какое несчастье, какое несчастье То есть она мне сказала, что они разбились Они, кто они, непонятно И на первый раз в жизни отнялись ноги А там началась обычная похоронная суета Морг, милиция, транспорт Нам удалось все сделать очень быстро И на следующие сутки утром В 10 утра мы уже увозили Витю из этого проклятого тукумса На автобусе Мы поехали вперед с Гарри, с Каспаряном Потому что мы везли Сашу Саша был потерянный Примчались раньше Автобус с телом, если можно так сказать, ехал очень медленно Они въехали в город только где-то около 11 Я уже знала, в какой морг его везти А в морге, когда мы открывали гроб В морге уже в Ленинграде Мы с Натальей закрыли им улицу Черной трепкой Витя был человек, который не допускал появляться Не позволял себе появляться на людях Так сказать, не в форме За окнами солнца, за окнами свет Этот день Ну а я всегда любил ночь И это мое дело Любить ночь И это мое право Уйти в день Я люблю ночь За то, что в ней меньше машин Я люблю дым И пепел своих папирос Я люблю кумни За то, что они хранят тайны Я люблю свой дом Но вряд ли это всерьез Когда он падит, мы сразу сюда приехали Первые ночи вообще не спали Потом уже остались Как-то странно было уезжать Мы так больше года здесь и живем Ну а личной жизни у нас нет Да мы не торопимся Мы как-то о себе мало заботимся Мы предпочитаем, чтобы нас лучше облили грязью, чем могилы Мы как-то облили грязью, чем могилы Он дал колоссальным магнетизмом Владением душой и сознанием Огромное множество людей Ты же знаешь эту, так сказать, знаменитую историю Когда его горячие поклонники пишут «Цой жив» Да? На стенках и везде Почему они это пишут? Почему? Потому что им нужен живой герой Именно Виктор Цой для них живой Потому что он живой герой Цой жив и будет жить Понимаешь? Потому что он живее нас Всех То, что он фигуру полосального масштаба Это ясно Было мне ясно еще в 85-м Там, в 86-м, когда мы с ним познакомились А то, что он большой русский поэт С каждым годом я все больше утверждаюсь в этом Наши парни, афганцы Которые прошли Афган Понимаете? Это не просто дети какие-то нервные Слабонервные Это люди, которые видели смерть рядом с собой Они стояли посредине города И рыдали друг друга Вот так вот кнувшись Это взрослые люди, да? У них волосы были седые от того, что они там пережили Конечно, найти людей, которые были бы Единомышленными друзьями И хотя бы немножко музыкантами Очень трудно То есть музыкантов много, но у каждого свои идеи А для меня, конечно, важнее всего Чтобы люди были моими друзьями Играет музыка Крыши домов Дрожат под тяжестью дней Небесный постул Носит облака Город стреляет Ночь Горобью огни На ночь сильней Ее власть велика Те, кто ложатся спать Спокойного сна Спокойного сна Спокойная ночь Тем, кто ложатся спать Спокойного сна А вот что-нибудь Хотел бы изменить В своих 26-ти годах Ну, знаете, все это для меня важно Все, что я уже Все ошибки Все, не знаю Все как Это то, из чего состою я сейчас Если бы не было того То я был бы уже, возможно, другим А по мне Нет Я ждал это время И вот это время пришло Те, кто молчат Перестали молчать Те, кому нечего ждать Садятся в цепло Их недолго Уже недолго А те, кто ложатся спать Спокойного сна Спокойного сна Тем, кто ложатся спать Спокойного сна Спокойного сна Субтитры подогнал «Симон»